Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях регион расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Спасся сам, помоги другому. В Чувашии открыли Центр добровольчества, где будут обучать действиям при чрезвычайных ситуациях. Меньше мусора на полигоны, больше вторсырья на переработку, как в Чувашии планируют исполнять поручения, заложенные в послании президента. Лавочка прикрыта. В ходе спецоперации чувашские полицейские изъяли у наркоторговцев 90 килограммов гашиша. Темпы роста экономики должны ускоряться. Для этого в стране необходимо запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для повышения реальных доходов. Такие акценты прозвучали в послании президента России. Какие окна возможностей открываются перед бизнесом? Подробности у Дмитрия Ковалева. Инвестиционные проекты – залог экономического роста регионов. Для бизнеса должны открываться новые горизонты. Акценты властям расставил президент. Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Их долю в ВВП стран нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году. Для развития бизнеса, отметил президент, необходимо создавать прочный экономический фундамент. Одной из значимых мер поддержки инвесторов станет трехлетний налоговый вычет на прибыль. С прошлого года эту льготу применяют и в республике. Но в ущерб доходной базе бюджета регионы должен поддержать федеральный центр. В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Инвестиционные проекты получают прописку в индустриальных парках. Только в столице региона до конца этого года должно открыться два новых завода. Создание благоприятного делового климата – приоритет в работе правительства. Взаимодействие бизнеса и власти – одна из тем, проходящего в Москве Гайдаровского форума. В его работе принимал участие глава региона. Наша задача – создавая инвестклимат, хороший, комфортный инвестклимат, открывать новые рабочие места. Чем мы занимались, занимаемся и будем заниматься. Климат создан на территории Российской Федерации благоприятный. Условия работы в ближайшие годы останутся неизменными. Повышение налоговых ставок заморозят. Для малого бизнеса на 6 лет, для тех, кто реализует крупные проекты на 20. Еще одно поручение президента – упрощение процедуры выдачи кредитов. Для уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые длинные деньги. Это мы все хорошо знаем. Это прямая ответственность Банка России. Программа кредитования бизнеса по льготным ставкам в республике работает успешно. Микрозаймы для субъектов МСП – большое подспорье. Знание этих программ, оно, конечно, расширяет спектр возможностей, делает предприятие более устойчивым. Привлечь инвестиции в экономику муниципалитетов – задача главы региона для властей на местах. На первый план выходят вопросы поддержки молодых специалистов. Это увеличение доходов, доходов, прежде всего, работников, реальной секции экономики, потому что молодежь хочет зарабатывать больше, то, что президент послания сказал. И здесь пошагово, поэтапно будем заниматься, потому что по инвестклимату мы последние пять лет в числе десяти лучших регионов. В этом году благодаря принимаемым мерам поддержки бизнеса в республике должны быть созданы сотни новых рабочих мест. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вильев, Республика. В Чебоксарах открылся Центр добровольчества, где волонтеров будут обучать действиям при чрезвычайных ситуациях. К слову, в Чувашии более полутора тысяч зарегистрированных волонтерских организаций. Центр пока единственный в республике. На оснащение всем необходимым для обучения оборудованием и техникой ушло более 11 миллионов рублей. Я думаю, что это как раз направление, оно очень востребовано среди волонтерских организаций. И этот центр позволит более профессионально заниматься теми чрезвычайными ситуациями, которые происходят в нашей жизни. Будущие спасатели проходят противопожарную, физическую, психологическую и медицинскую подготовку. В рамках проекта «Социальная активность» волонтеры обучаются сами о замытой непростой профессии и проводят мастер-классы в детских садах и школах республики. Уже состоялось более 40 тренингов, семинаров, в которых приняли участие свыше 10 тысяч человек. В центре мы получаем жизненно необходимую информацию о том, как нужно спасаться при пожаре, как действовать на льду. И это на самом деле очень важные знания, которые мы хотим передать другим людям, детям и вообще населению города Чебоксара и Чувашской республики. Кроме этого, в колледже в прошлом году оборудовали пять новых профессиональных мастерских. Эти мастерские можно использовать и нужно использовать в рамках специальности и профессии. Это обязательно. А вот то, что мы можем еще дополнительно проводить обучение, да, это тоже практикуется, это есть. И есть возможность проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации с выдачей соответствующих документов на этих площадках. Мастерские, оборудованные по последним стандартам, облегчают вхождение в профессию. Стало легче готовиться к чемпионатам рабочих профессий. Ближайший WorldSkills Russia. В этом году студенты колледжа примут участие в конкурсном отборе по 12 компетенциям, 4 из которых будут проходить на их базе. Всего конкурсу готовится порядка 50 студентов. Напомним, что в этом году региональный чемпионат молодые профессионалы пройдет в Чувашии с 24 по 29 февраля. Богдана Дойникова, Павел Рядков, Республика. Счастливый ребенок, здоровый ребенок, а полноценное питание – одна из главных составляющих растущего организма. Для родителей важно знать, что их дети хорошо питаются в школе, а детям важно, чтобы было вкусно. В школьные столовые заглянула Татьяна Трофимова. Что самое вкусное, Леша, ты кушал в школьной столовой? Котлеты с макаронами, очень вкусно готовят. Здесь можно попить компот фруктовый, который дома может и не быть. Здесь можно покушать рыбу, которая на рынках стоит дорого. Меню в первой чебоксарской школе разнообразно. У каждого ученика есть свои любимые блюда. Мне нравится рис, салат с помидорами и курица. Нам дают его по пятницам. Я считаю школьное питание очень полезным, потому что мы получаем витамины, мы заряжаем все энергии. И потом у многих есть кружки после школы. И мы сытые, наявшиеся идем на эти кружки. Самое главное, дети ориентируются не только на то, что вкусно, но и хорошо понимают, что без горячего питания трудно выдержать школьные нагрузки. Если бы мы не ходили на обед, у нас бы не было сил, и мы бы просто не могли учиться. В школах Чувашии горячее питание получают уже более 95% детей. Половина всех общеобразовательных учреждений оснащены современным технологическим оборудованием. Это линия раздачи, пароконвектоматы, электрические плиты, пекарские шкафы, холодильники, морозильники, посудомоечные машины. Наши замечательные повара очень стараются, чтобы детям было вкусно в столовой. И дети это видят, чувствуют, и постоянно в столовой они каждую перемену и завтракают, и обедают, и даже полничают. Горячее питание в школе полностью сбалансированное, что способствует развитию детей. И, конечно же, ребенок сытый, довольный, он дает лучшие результаты. А если еще покушала бесплатно, то это будет прямо очень замечательно. Очень хорошая форма поддержки семьям. Обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс поручил президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава Чувашия отметил, что техническая готовность многих школ в республике позволяет уже с 1 сентября 2020 года начать реализацию этого поручения. Есть дети, которые, родители могут им позволить питание, скажем, более дорогое, а есть родители, которые из последнего, но стараются дать, чтобы питание у детей горячее было обязательно двухразовое. И завтрак, и обед. Поэтому вот это решение нашего правительства, если будет принято, я думаю, что это будет большим финансовым подспорьем для каждой семьи, и особенно семьи микрорайона, которые нуждаются в этом. И понятно, что каждая семья для ребенка хочет самое лучшее, и главное для них, это, конечно, чтобы ребенок был здоров и накормлен. Я работающая мама, и мне очень важно, что моя дочь в этой школе получает полноценный обед, полноценный завтрак, и я довольна питанием своего ребенка в этой школе. Младшая дочь у меня ходит в саде, поэтому послание президента о том, что питание в начальных классах будет бесплатным, для меня огромный плюс. Это сэкономит бюджет нашей семьи, потому что я могу эти деньги направить на кружки или на что-нибудь другое. Это кухня 128-го детского сада. Здесь тоже новые пищеблоки и мебель. Модернизация в 2019 году началась и в дошкольных учреждениях. На эти цели из республиканского бюджета направлено более 230 миллионов рублей. Новое оборудование позволило существенно сократить время приготовления пищи, но сами блюда отличаются тем, что они стали сочные, сохраняют витамины и нравятся нашим деткам, ну и, конечно же, довольны родителям. В 255 детских садах уже обновили кухонную мебель, технологическое оборудование и холодильники. В новом году работа в этом направлении продолжится. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. Это слова Владимира Путина из части послания, посвященной экологии. Нашей республике есть над чем работать. Впрочем, начинать с нуля не придется. Ольга Пырочкина подробнее. Это что, какая карточка? Кошелятка. Так. У нас много-много тут разных, да? Куда ее гидать? Сейчас мы узнаем. Маленькая Вика с мамой сортируют мусор. Пока не по-настоящему. Это тематическая игра, которая помогает выработать у молодого поколения россиян привычку разделять отходы. Апельсиновая кожурка. Ам-ам. Апельсинчик съели? Да. И осталась кожурка, да? Да. Ты знаешь, куда это надо? Пищевые отходы. Пищевые. Пищевые. Специальные контейнеры. Как только такие появились во дворе, семья Андреевых стала разделять бытовой мусор. У меня дети, и супруга, и я два ведра складываем. В рамках пилотного проекта региональный оператор закупил 61 оранжевый сетчатый контейнер для бумаги, пластика, стекла и металла. Помимо нового города их установили в микрорайоне университет. Следующий шаг – организация масштабной переработки собранного в Турсерея предприятиями республики. Они войдут в так называемый экотехнопарк. Планируем создать экотехнопарки как комплексы по глубокой переработке отходов и выпуску продукции из вторичных ресурсов. Цель создания экотехнопарков – это, естественно, и сокращение полигонного захоронения, и извлечение вторичных материальных ресурсов. Для районов республики раздельный сбор пока перспектива. Первостепенная задача для села-деревень – сделать так, чтобы вместо оврагов и лесов мусор попадал на полигоны. Еще осенью 2018 года наша республика, одной из первых, перешла на новую систему обращения с отходами. Сейчас продолжается обустройство контейнерных площадок. В итоге к концу 2019 года региональный оператор вывозил отходы из 98% населенных пунктов республики. С оставшимися двумя процентами, а это 40 труднодоступных для мусоровозов деревень, вопрос должен решиться в этом году. Ольга Пыречкина, Республика. Обычный ремонт обернулся кровавой расправой. В Чебоксарах расследуют жестокое преступление. 12 января 2020 года подозреваемый находился у себя дома вместе со своей знакомой и потерпевшим, которых он позвал в гости, чтобы помочь перестелить линолиум. Во время совместного распития спиртного между злоумышленником и его 55-летним знакомым возникла ссора, в ходе которой он ударил гостя пустой бутылкой из подводки по голове. А затем нанес ему не менее 7 ударов кулаками по телу. После того, как потерпевший упал на пол, обвиняемый взял кухонный нож и нанес ему один удар в спину между лопаток. После чего он и его знакомая покинули квартиру. Вернувшись на место преступления, утром 13 января злоумышленник обнаружил, что потерпевший все еще жив и вызвал ему скорую. Но до ее приезда последний скончался. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская, медико-криминалистическая, генетическая, биологическая и психиатрическая. Обвиняемый свою вину полностью признал. Следствие по делу продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейские изъяли у наркоторговцев 90 килограммов гашиша. Их собирались продавать через интернет-магазин. Подозрительные молодые люди попали в поле зрения. Правоохранителей Чувашии еще летом прошлого года. Подробности в материале пресс-службы МВД по Чувашской республике. Одного за другим оперативники выводят из автомашины двух жителей Московской области. В ходе служебной командировки сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии задержали молодых людей по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Работали с размахом. Оперативники полагают, что иногородние жители являлись оптовыми курьерами. Подтверждают в этой версии количество наркотиков. Которое было изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В этих мешках около 50 килограммов гашиша. Задержаны пять участников этой преступной группы, которые распространяли наркотики различного происхождения бесконтактным способом. За что задержали вас? Считаю, в лесу нашел сверток. Жители Московской области оказались лишь звеном в цепочке задержаний. По версии правоохранителей, молодые люди в возрасте от 19 до 32 лет работали на один интернет-магазин. Избывали наркотики на территории Московской области и других регионов. Обыски задержаний участников группы прошли в городах Пушкина, Истра, Химки. В ходе спецоперации всего было изъято порядка 90 килограммов гашиша и других наркотических средств. Общая сумма изъятых наркотических средств, если рассчитать на разовые дозы, порядка почти 100 миллионов рублей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются личности других участников группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Растаял снег, растаял асфальт. Из-за оттепеля отдельной участки дорог смывают талой водой. Водители бьют тревогу. В этом году из-за теплой зимы сезон пробитых шин и погнутых дисков начался непривычно рано. Кадры дорожных ухабов заполняют социальные сети. Оттепель привела к образованию ям и выбоин. Особенно не повезло Октябрьскому мосту. Из-за продуваемости и постоянных перепадов температуры дорожное полотно там разрушается быстрее, чем на обычных трассах. Уже попали туда сегодня утром. ГИБДД не вызвали, так как торопились на работу. Вчера в районе 10 вечера в эту яму попал. Даже бардачок открылся. Снаружи диск вроде целый. С обратной стороны пока не смотрел. И не говорите. Федеральная трасса тоже не отстает. Сурское шоссе все в ямах. Вчера вечером проезжал там. Машин 5-6 точно стояло с пробитыми колесами. Ловушка для автомобильных колес появилась и в Кугесях. Вода просачивается в небольшие трещины и, замораживаясь, буквально выбивает асфальт. Эти фото сделал водитель, пробивший в яме сразу два колеса. Дорожники уже взялись за ремонт особо опасных участков, которые могут стать причиной ДТП. Более основательные работы начнутся только с приходом весны. Оттепель же в республике сохранится около недели. Затем похолодает до 4-10 градусов мороза. Ифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. Одна из самых масштабных выставок в технике «Масляная пастель» открылась в Чувашском государственном художественном музее. Свои работы представила член Союза художников России Наталья Смирнова. Лирический романтизм, тихая грусть и радость человеческой жизни – все это красной нитью проходит в творчестве Натальи Смирновой. По словам самой художницы, тяга к рисованию у нее от отца, страстного любителя искусства. Именно он познакомил девочку с художниками города. Водил ее в музеи и на все выставки, проходившие в Чубаксарах. Вдохновение я получаю от природы и от нашей волки. Мы живем в таком благодатном краю, наверное, даже не понимаем, сколько энергетики и сколько любви нам дает наша река. Поэтому те работы, которые у меня связаны и с нашим краем, и с рекой, я думаю, что они наиболее для меня значимы. Любимый материал Натальи Смирновой – масляная пастель. Он привлекает ее благородством, чистотой и свежестью цвета. Взяв масляную пастель, она искала в себе определенные технические приемы, способы передачи. А что это значит? Это значит, надо найти такой образ, такой мотив, который укладывается на требования и специфические особенности вот этой техники. У нее это получается. У художницы есть свой список тем, к которым она всегда возвращается. И основная – русская старина. Резные наличники домов, покосившиеся заборы. Ничто не ускользает от внимания мастера. Все в ее работах наполняется особым звучанием. Еще одна важная тема творчества Натальи Смирновой – это родные корни, истоки, семья. В созданных ею портретах все внимание сосредоточено на главном герое – его богатом внутреннем мире. Настолько трогательна эта картина, она так глубоко западает в сердце и так остается в нем надолго, что я все время к ней возвращаюсь. Это удивительно. Я не знаю, как еще можно отблагодарить художника, кроме как сказать огромное спасибо Наталье Борисовне за то, что она есть. Помимо активной творческой деятельности, Наталья Смирнова – успешный педагог. С 1990 года она преподает на художественно-графическом факультете Чувашского государственного педагогического университета. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика. Фестиваль исполнителей джазовой и эстрадной музыки стартовал в столице Чувашии. Здесь ищут молодые таланты и дают путевку в музыкальную жизнь. Возрастная категория участников от 7 лет, поэтому открыли фестиваль самые маленькие исполнители. София Мачаева занимается вокалом вот уже 6 лет. Петь она начала в 3 года. В таком конкурсе участвует впервые. Выступает в номинации «Эстрадное сольное исполнение». Признается, что волнуется перед каждым выходом на сцену. Когда я выступала на сцене, я немножечко волновалась и радовалась. Я волновалась, потому что надо было в рыжике высокие ноты спеть. Но я справилась. А вот Ирина Степанова, наоборот, уже опытный участник конкурса. Она стала победителем первого такого фестиваля в своей номинации. Планирует повторить успех и в этом году. Я принимаю участие в конкурсе для того, чтобы получить что-то новое от других участников и посмотреть на другие уровни. Я видела выступления других девочек. Соперники, они, конечно, хорошие. Я смогу победить. Любимое направление Ирины – поп-фолк. Казань, Ульяновский, Шкар-Алай и, конечно, Чебоксары. Всего более 150 участников решили показать свое мастерство. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, «Республика». Двойной праздник – День российской и чувашской печати отметят журналисты республики. Чествование лучших сотрудников средств массовой информации состоится завтра в 11 часов дня в Чувашском государственном драматическом театре имени Константина Иванова. Такой праздник раз в году дарит журналистам возможность встретиться с коллегами, многие из которых стали уже друзьями, обсудить рабочие и личные дела, вместе порадоваться успехом и отдохнуть. День российской печати отмечается в стране уже 317 лет. Первая русская газета «Ведомости» вышла по указу Петра I 13 января 1703 года. Отсчет «Чувашская журналистика» ведет с первого выпуска газеты «Хэпар» с 1906 года. С этого момента и до сегодняшнего дня достоверная, объективная и актуальная информация для жителей республики – главная задача журналистов. По традиции в этот праздничный день будут награждать лучших мастеров Петра. И, конечно же, на торжественном собрании ждут ветеранов печати, внесших весомый вклад в развитие национальной журналистики. Рифат Фадкулин, Республика. В ночь с 18 на 19 января православный праздник Крещения Господня. Однако из-за аномально теплой зимы лед на Волге очень тонкий. В целях безопасности проход к купелям у Свято-Троицкого мужского монастыря будет регулироваться, исходя из погодных условий. А в Заволжье купель и вовсе решили не готовить. Кроме того, будет освещена вода в бассейнах, спортивных и общеобразовательных школах, физкультурно-оздоровительных центрах. Их можно посетить с 11 часов вечера 18 января и до 8 часов вечера 19 января, отметили в администрации столицы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Хороших вам выходных. До свидания.